всем привет давно не виделись мне кажется а может быть недавно виделись я не помню как-то не знаю про современную музыку хочется поговорить потому что много в комментариях претензий к и почему все время старая музыка почему ничего нет нового ведь все меняется до появляется масса альбомов замечательных интерес хорошо я согласен у меня тут правда я приготовил дизи гелеспи 59 года но это в другой раз а сейчас будет современная музыка пластинка которая вышла правда не в этом году в 2022 но все равно можно условно считать что она современная да это джон майл 2022 год пластинка называется the sun is shining down солнце светит вниз ну а куда она еще может светить только вниз наверх наверно тоже но наверху мы не были не знаем и так the sun is shining down 2022 джон майл свежайший альбом можно сказать свежайший меня очень радует эта пластинка ну а первых она хорошая очень по музыке а у джона майла нет плохих пластинок я собираю альбомы джона майла и это очень увлекательное занятие потому что их такое количество что можно собирать не буду говорить всю жизнь но долго много лет и собственно я много лет их и собираю собираешь 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 а потом раз вдруг выходит еще одна пластинка потом выходит что-то из архивов появляется концерты появляются в общем занятие такое спокойное и приятное у меня их много так что я постепенно расскажу если не про все то про большинство джон майлу на момент записи этого альбома было знаете сколько лет 88 это очень приятно меня это очень радует потому что 88 лет парень записал прекрасный драйвовый живой яркий альбом и петь стал едва ли не лучше джон чем 50 лет назад чем 40 лет назад так так убедительно он здесь поет и играет на клавишных замечательно совершенно например в песне в песне 1 на 2 стороне chills and thrills прекрасное соло на органе на каких он тут органах играет я не очень помню у него достаточно большая здесь большой выбор инструментов хаммонда по моему нет есть такие органчики друг другого порядка с другим звуком но тем не менее вот в этой самой chills and thrills в ромажоре он здесь везде указывает тональность у него есть особенность на большинстве его пластинок на конвертах он указывает тональность в которой сыграна та или иная песня для кого это я не знаю наверно для начинающих гитаристов для начинающих музыкантов которые не слышат еще ничего да это ромажор отлично погнали в ромажор и снимают эти все штуки очень хорошо ну в общем 88 лет парень в самом рассвете сил можно сказать и вспоминается мне неожиданно здесь фильм под названием blues brothers а именно суть этой картины сути этого фильма полностью соответствует джон майл то есть идут года меняется мода меняются музыкальные стили появляется хард-рок появляется диско появляется панк появляется new wave парни рубят свой блюз который они начали рубить в шестьдесят пятом году играют уходит диско приходит уходит панк приходит постпанк парни рубит блюз приходит гранж джон майл вообще это по барабану он продолжает играть свой блюз приходит индастриал все что угодно все что угодно различные виды металла и прочее и эмбиент и и и мода совсем уже растворилась мод мода перестала существовать все одеваются как хотят как угодно слушать музыку самую разную или вообще не слушать джон майл продолжает играть блюз и выпускает альбом за альбом каждый год а то и по два войны идут войны заканчиваются цивилизации возникают и рушатся империи прекращают свое существование джон майл продолжает играть свой блюз что-то похожее я читал в фейсбуке мой приятель сергей лебедев написал такое сц небольшое про джона майла и я его чуть-чуть процитировал сейчас но уважение достойно и доказательством этому является тот факт что блюз это больше чем музыка это больше чем музыка это жизнь это образ жизни и в эту жизнь ты входишь как я уже говорил когда-то в эту реку блюзовую если ты вошел ты из нее уже не выйдешь в ней с большим удовольствием начнешь тонуть и тонуть всю жизнь будешь тонуть и плыть по этой реке полный кайф и вот эти блюзовые были блюзовая структура казалось бы ну что там можно нового сделать да что еще мы это все слышали уже 40 лет это все слушаем все играют люди одно и то же это не одно и то же это жизнь вот мы дышим до вдох выдох вдох выдох то есть занимаемся одним и тем же делом совершенно всю свою жизнь вдох выдох вдох выдох так и здесь вдох выдох вдох выдох раз еще одна песня hungry and ready первый номер в тональности ля мажор здесь написано на гитаре играет мэлвин тейлор приглашенные здесь вообще очень много приглашенных людей и это здорово потому что каждый из них вносит свою фенечку плотный блюз джона майла есть американский блюз да есть британский блюз а есть блюз джона майла и он отличается и от американского и от британского он абсолютно свой джон майловский плотный узнаваемый с характерным его голосом с характерной подачей в меру печальной в меру ироничной такой но невероятно убедительный джон майл вообще человек очень убедительные он когда он начинал свою музыкальную карьеру он вернулся из армии воевал в корее здоровенный мужик и такая музыка у него такая же несмотря на какую-то такой кажущуюся печаль она очень убедительная очень крепкая это вам не дамские какие-то штучки почему дамские я сейчас скажу меня очень удивила песня the sun и shining down собственно говоря заглавная которая является последний последний на второй стороне мне показалось очень странная гитарная игра там какая-то такая язвительная с одной стороны робкая а с другой стороны в ней чувствуется какая-то внутренняя сила такая какие-то такие подколочки а потом я увидел что играет здесь карлайн вандерленд девушка которая входит в состав группы джона майла официальный вот она здесь на фотографии если увидите она играет большинстве песен на ритм-гитаре а за главной песни играет соло и вот это женское соло я понял она отличается от мужских соло отличается и это правильно потому что когда женщина начинает изображать себя мужчину в музыке это ужасно на мой взгляд это уже все эти затянутые в кожу барышни которые поют и играют хард-рок или еще патч того металл это настолько настолько дико это выглядит настолько это неестественно настолько против природы человеческой это идет а вот блюз сыграла карлайн вандерленд здесь очень точно по-женски очень круто и слушать это очень приятно can take no more вторая песня адский фанк если в первой песне hungry and ready там духовые мочат здесь не во всех песнях духовые вот hungry and ready просто ритм и блюз начало пластинки сразу понеслась что называется сразу понеслась и мэлвин тейлор на гитаре играет в чикагском стиле таком как будто как будто вдруг мы переносимся в какой-нибудь там шестьдесят седьмой год в чикаго так похоже очень звук хотя современный конечно очень современно все записано но манер вот все прямо оттуда а can take no more фанковая адская вещь бешеный бас бешеный невероятный такой с уходом в джаз но в фанке естественно все остается и маркус кинг на гитаре с мясным сочным звуком звериным просто в вырезает куски мяса из этой музыки раскладывает их на сковородочке они жарятся и потом мы их все вместе съедаем с вами очень все приятно got to find a better way следующий номер а нет-нет-нет-нет-нет-нет i'm as good as gone песня бадди миллер горит на гитаре песня рифовая медленная песня собственно говоря бобби раша бобби раша написал классическая песня более или менее известная тем кто более или менее слушает блюз и она здесь утяжеленная версия такая у майла рифовая классический блюз вот если кто-то эту пластинку взял и до этого блюза никогда не слышал что такое блюз а вот поставьте сразу вот эту самую i'm as good as gone и все сразу станет ясно вот got to find a better way очень интересная штучка потому что здесь нет солирующая гитара и солирующая скрипка играет скарлет ривера и ощущение такое что мы в америка американском салуне находимся где-то там в техасе в то время еще в то время еще до рождения джона майла и в этом салуне вот это вот скрипичная история такая но блюзовая но блюзовая очень кайфово one special lady следующая песня джейк шимабу шимабукура джейк шимабукура здесь играет на укулеле как выяснилось ясно я перед тем как прочитать кредиты я послушал пластинку и думаю какой странный звук у гитары какой-то необычный звук и какие-то ходы необычные какие-то зажатые мелкие едкие и пронзительные оказывается на укулеле здесь играет этот самый джейк шимабукура только ради этого стоит хотя бы послушать если вообще ничего не нравится из блюза да ну просто послушайте это очень интересно очень круто прочил сентрилс я уже говорил на второй стороне начала с бешеным с бешеным но мощно спокойно уверенным соло на клавишах джона майла и поет он здесь везде как я уже говорил едва ли не лучше чем раньше пел как-то в 88 годам у него в голосе появилась еще больше мужественности еще больше уверенности аквита него wins не гитар не скрипок ничего нет есть губная гармошка джона майла на которой он творит чудеса к 88 годам он уже превзошел сам себя он всегда играл на гармошке здорово а здесь уже все просто просто такой идеальный гармошечный блюз джона майла чуть не сказал английский блюз чуть не сказал американский блюз нет это джона майловский блюз на гармошке собственно я песня тенцли элиса не майловская но тем не менее очень даже очень deep blues и следующий номер опять приходит к нам и приходит к нам с карли 3 вера со скрипкой но здесь другая история здесь скрипка уже начинает выдавать помесь смесь коктейль европейской музыки чуть ли не академической такой какой-то клач но она же училась на скрипке она все это играла понятное дело и блюзовая вот эта пентатоника вдруг вижу все это разрезает весь европейский барочный такой какой-то флер очень интересно очень мощно очень отличается от предыдущего скрипичного номера вот этого солунного а здесь просто такие скрипичные интересные штуки я не знаю но если скрипачи меня смотрят послушайте обязательно я думаю что подчеркнете много для себя нового интересного и в звукоизвлечении в том числе потому что такое понятно что заобработано понятно что это все не живой звук но тем не менее не хочется говорить про мясо опять я про мясо уже и говорил ну ну такую прямо как как тромбон скрип скрип где-то местами например драйвенвилл песня рузвельта сайкса классическая с милвином тейлором на гитаре тоже будьте начинать такой классический в общем классический блюз классический без всяких никакого модернизма никакого абстракционизма все по-настоящему и the sun is shining down я уже говорил скарлайн вандерленд на гитаре женская гитарная блюзовая соло стоит оценить вообще альбом стоит оценить вообще не стоит его оценивать его надо просто поставить на полку достать сначала достать из конверта поставить на проигрыватель конверт поставить на полку и слушать 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 я слушал уже распятику наверно после того как приобрел так что джон майл всегда с нами это не последняя встреча наша с вами и с джоном майлом так что я пошел пить пока